Здравствуйте, дорогие друзья! Бенфиэлдара Gilded Tower Mystic Maze или Бенфиэлдара, та же Камбрия, загадочный лабиринт. Полное её название – это гибрид Брасии Ады и Адонта Глоссуба. В моём уходе это растение уже два года. И это четвёртый цветонос по счёту за всё это время. Первый год она цвела в один цветонос, второй год тоже один, а в этом году я получила два цветоноса с одной и той же бульбой. У меня нет линейки в сантиметрах измерить длину этого цветоноса, но в инчах это получается 31 инч, это 78 сантиметров. И высота бульбы в сантиметрах 17. Это довольно высокая и крупная орхидея. Последние два года она сидит вот в этом горшке, в котором субстрат составлен из влагоёмкого такого материала, как кокосовые чипсы, уголь, там перлит есть. И орхидея – это влаголюбивая, и я не позволяю субстрату просыхать. Да, кстати, вот здесь видно, что я подсыпаю доломитовую муку. Она хороша, как поставщик минеральных удобрений. Тут же азот, фосфор, калий и, конечно же, кальций. Грунт я поливаю, когда он почти просох. На первый взгляд выглядит, что этот горшок великоват для орхидеи. Вот она занимает только одну треть этого горшка. Но так как орхидея влаголюбивая, то корни у неё здоровые. Не разрушила я их, не залила. Орхидея цвела с этой же псевдобульбы три месяца назад. И представляете, три месяца позже она выдаёт цветонос с другой стороны бульбы. У меня такого раньше не было. Если бульба выдаёт два цветоноса, то они выходят одновременно с обеих сторон бульбы. Ну, или почти один за другим. А не так вот, что с перерывом в три месяца. Раньше на ней я получала 14 цветков. В этом году первый цветонос дал 13, а вот этот дал 15 цветков. Мне кажется, это максимально возможное количество цветков, которые можно получить с бенфиэлдары. То есть получается так, что с этой бенфиэлдарой у нас достигнуто практически полное взаимопонимание. Моей целью хочется зацвести эту орхидею таким образом, чтобы у неё было два цветоноса одновременно и с максимальным количеством цветков. Знаете, цветонос, конечно, длинный, огромный, 78 сантиметров, но всё-таки посмотрите, цветы у него расположены и направлены в одну сторону, и в другую сторону. О, только сейчас заметила какой-то не до конца раскрытый ещё цветок или бракованный. Да, когда бенфиэлдара раскрывает свои цветки, растение лучше не крутить, а держать его в одном и том же положении по направлению к источнику света. У меня это проблема всегда, двигать мои орхи, крутить их туда-сюда. И вот, пожалуйста, если бы я сейчас взяла это растение на выставку, даже так много цветков, я не думаю, что мне бы дали за него какую-то награду, потому что цветы всё-таки не смотрят в одну сторону все одновременно. Возвращаясь к уходу с орхидеей, полив производим тогда, когда субстрат, ну, практически просох, но не так, чтобы он просыхал до хруста. Свет. Вот посмотрите, какие тёмные листья у моей орхидеи, потому что я не держу её на ярком свету. Получает она у меня средний свет и стоит в притенении. По-другому можно описать место, как яркая тень. Температурный режим. Жару она переносит превосходно. Это лето она провела на веранде и температура достигала до 42-43 градусов жары. Максимально низкая температура, которую я её оставляю на улице, это не ниже, чем 12 градусов по Цельсию. Но когда уже вот-вот время приходит возвращать обратно в теплицу в Пенсильвании у нас, это где-то в конце октября. Влажность в наших местах не падает ниже, чем 50%, что вполне устраивает этот гибрид ансидиумовых. Когда у Бенфилдары формируется цветонос, я никогда не привязывала его к палочке, потому что он крепкий и довольно устойчивый сам по себе уже. Да, забыла добавить про удобрения этой орхидеи. Удобрять свои орхи я люблю и делаю это практически каждую неделю или через неделю слабым раствором, разведённых раза в 4 от предлагаемой дозы. То есть поливаю удобрением в один полив, в следующий полив, а то и два подряд чистой дождевой водой, чтобы вымыть соли из субстрата. Выполоскать, промыть субстрат хорошо дождевой водой и потом по новой слабым раствором удобрений. У Бенфилдары есть очень слабый аромат, приятный, но он не наполнит ароматом даже и маленькое пространство. На этом всё. Спасибо, дорогие друзья, что разделили радость цветения моей Бенфилдары «Загадочный лабиринт» и мой опыт окажется кому-то полезным. Желаю здоровья вам и желаю здоровья вашим орхидеям. Пока-пока! Продолжение следует...